Автор выражает глубокую признательность известному стримеру и вододелу Глеборгу за позаимствованное у него название передачи. Публикуется с его личного разрешения. Здравствуй, мой дорогой зритель! Тебя приветствует Сантехник и первый выпуск передачи «Стадо мечты». Все начинается с того, что 140-й объект промахивается в ИСа-7 и попадает в ММХ-CDC, отчего, собственно, голубеет. Поехали дальше. Что же произойдет? Союзники развалили всю команду красных, остался один лишь только СТ-1, который спрятался за камушком на Рыбацкой бухте. Что будет происходить? Как вы считаете? Конечно же, нужно добить последний фраг. Я заранее извиняюсь, кое-где не хватает квадрата отрисовки, но этот реплей я пропустить не мог. Обратите внимание, 140-й сзади подбирается, но по нему стреляют союзники, он ведь голубой. СТ-1, пользуясь своей неимоверной броней, заталкивает всех под воду. 140-го добивают свои. В итоге он топит батчата, 140-го убили свои, а 140-му записывают уничтожение 13-90, за что он, собственно, отправился в автобан. Вот это называется настоящая жадность. Тут накидывает арта СТ-1, он понимает, что далеко от скалы отъезжать нельзя, нужно куда-нибудь встать поближе. И вот здесь его арта уже фиг выкурит. Но что же происходит дальше? На захвате стоит бабаха. Едет конкурент, едет батчат, тоже едет на захват. Не, чувак, ты не доедешь! Я, я буду захватчиком в этом бою. Ладно, вернемся к нашему СТ-1. Исуха. Это следующий конкурент, который желает забрать СТ-1. Интересно, на что он рассчитывал? СТ-1 стреляет фугасом по гусле. Ставит на каток Исуху в надежде, что она утонет. Но нет, Исуха не тонет. Она чинится и продолжает упорно двигаться дальше. СТ-1 еще раз сбивает ему гуслю. А вот еще один конкурент, тот самый СДС, тоже хочет ехать на захват базы. Боже! Бабаха его убивает. Здесь еще приезжает один конкурент. СТ-1 упорно запихивает в воду Исуху. Конкурер уже не знает, хочется ему ехать на СТ-1 или нет. Сзади подъезжает СТ-10. Чем же это все закончится? Да, Исуха не пробивает СТ-1. Ну, и СТ-1 ничего больше не остается, кроме как запихивать его в воду и периодически дамажит. Подъезжают еще два союзника. Ой, я не могу просто! СТ-1 в итоге все-таки подпирает Исуху. Ей деться уже некуда, кроме как отступить назад. Здесь вкидывает уже союзная артиллерия. Но СТ-1 так просто не сдается. Кстати, находясь корпусом в воде, ты не можешь стрелять. А соответственно, ну, а соответственно, они беззащитны перед одним-единственным СТ-1, который спрятался за углом. Итог этой всей истории, как вы понимаете, ну, собственно, сейчас будет развязка. Ну, разумеется, разумеется. Исуха потонула, потому что ее затопил СТ-1. А Конкеррор утопился в итоге. Ну, я думаю, что вы уже все прекрасно понимаете, чем все закончится. Сто десятка застревает и не может съехать с места. А та самая бабаха веселая берет базу. Ну, собственно, реплейчик, конечно, ну, просто офигенный. Я смотрю его уже в который раз и сам себе ржу до сих пор. Ну, а перед вами пока будут результаты боя. Присылайте мне подобные реплеи в группу ВКонтакте. Пишите обязательно комменты, ставьте лайки. Так я смогу понять, понравилось вам вот это вот действие или нет. Если понравилось, я думаю, что мы сделаем еще несколько таких передач. Ну, а пока. Пока.